Депутаты городского Маслехата готовятся к предстоящей сессии. Один из вопросов – школьный. В эти дни народный избранник изучает, в каких условиях учатся дети, состояние и базу школ и детсадов. Область в числе лидеров по вложению в сферу образования. В регионе дошкольники полностью обеспечены детскими садами. Нет трехсменного обучения, ликвидированы аварийные школы. На очереди решение вопроса с капитальным ремонтом ряда школ. Здание школы номер 43 было сдано в эксплуатацию в 1987 году. Из года в год школа показывает высокие достижения. Здесь хорошая материально-техническая база, но давно не было капитального ремонта. В прошлом году 29 выпускников из 34 поступили на гранты в вузы и колледжи. У нас неплохие условия для работы, но необходимо поменять окна, двери, сантехнику и электропроводку. По городу немало объектов образования, где имеются проблемы. Мы видим состояние некоторых школ, детских садов. Это старые здания, требующие капитального ремонта. Аналогичная ситуация и в школе гимназии номер 9. Ее ученики занимают призовые места на различных олимпиадах и ежегодно показывают высокие результаты на ЕНТ. Однако здание школы нуждается в капитальном ремонте. Ежегодный частичный ремонт не решает проблемы. Стены, потолки, лестничные пролеты в трещинах, электропроводка старая. В спортзале требуют замены окна и пол. Это подготовка к предстоящей сессии городского маслехата. Будем поднимать эти вопросы. В первую очередь постараемся решить самые актуальные. В ряде школ уже готова проектно-сметная документация. Народные избранники выразили обеспокоенность и подъездными дорогами к учебным заведениям. К некоторым просто не подойти в сезон осадков. Алина Параджан, Бугимбай Абасилов, Турихан Кожахметов, телеканал Казларда.